Центр занятости Ненецкого округа создал мобильную бригаду, которая будет регулярно выезжать к инвалидам с целью содействия трудоустройству, профориентации и социальной адаптации. Такое решение принято в целях выполнения поручения министра труда и социальной защиты Максима Топилина, согласно которому доля трудоустроенных инвалидов в текущем году должна равняться 40% от числа трудоспособных граждан этой категории, проживающих в регионе. Поэтому показателю Ненецкий округ стал третьим по Северо-Западному федеральному округу и девятым по стране. Но проблема трудоустройства все же остается одной из самых острых для людей с ограниченными возможностями здоровья. Безработица в России на протяжении последних лет имеет тенденции к снижению. Почти 72 миллиона человек или 94% трудоспособного населения сегодня имеют постоянное место работы. Но порой получить заветную запись, трудовую книжку не помогает ни диплом, ни наличие стажа и опыта. Люди с ограниченными возможностями сегодня зачастую ограничены лишь в возможности трудиться. Проблема трудоустройства остается основной для инвалидов. И это при том, что в округе действует программа квотирования рабочих мест. Она обязывает работодателей квотировать рабочие места для определенных категорий местных жителей. В 2017 году не менее 40% от количества вакансий, возникших в текущем году. В 2018 – 45%, в 2019 – 50%. Но помимо обязательств у работодателя есть и привилегии. Предприятия, которые устраивают у себя людей с ограниченными возможностями, получают материальную поддержку от округа. Речь о компенсации затрат на зарплату и на оборудование специальных рабочих мест. Это компенсация затрат на оснащение рабочего места инвалида. Она составляет 90 тысяч 30 рублей на сегодняшний день. И в 2016 году у нас оснащено 5 рабочих мест для инвалида. И работодатели получили эту компенсацию. И еще 3 работодателя дооснастили рабочее место инвалида с такой же компенсацией. Кроме того, работодателю компенсируются затраты на выплату зарплаты. В этом году у нас по 11 работникам-инвалидам компенсированы затраты работодателю. Такие привилегии, безусловно, повышают заинтересованность работодателя в принятии и сохранении места за инвалидом. Так, наш округ на третьем месте по Северо-Западному федеральному округу по количеству работающих инвалидов и девятый по стране. В настоящее время в регионе обеспечены работы 36,6% трудоспособных инвалидов. Обогнали на увод на вопросе только субъекты с самым масштабным рынком труда в Северо-Западном федеральном округе. Это Санкт-Петербург и Ленинградская область. При этом по количеству работающих инвалидов-пенсионеров Ненинский округ находится на третьем месте в стране после Байконура и Чукотки. В течение года в Центр занятости населения обратилось 54 инвалида. 10 из них проживают в сельской местности, 44 в городе и поселке Искатели. Из них 9 человек было трудоустроено, а 31 зарегистрировано в качестве безработных. Мы на практике видим, что работодатели, начиная понимать, что государство их в такой немалой степени поддерживает, оказывает им помощь, они тоже стараются сохранить рабочее место. И если даже, обывая часто, инвалид и увольняется, готовы принимать на это рабочее место другого, не занятого инвалида. Дипломированный юрист Виталий Хабаров вытянул поистине счастливый билет. Всего полгода ожидания, и молодой человек уже работает в МФЦ. Так оперативно устроиться на работу ему помогли в обществе инвалидов. Ну, на самом деле, приняли меня здесь просто замечательно. То есть, какие малейшие вопросы возникают, что сразу же объясняют, все. Одного не оставляют, то есть, сразу же выделение места в школе. Это же такой маленький, но очень приятный фактор. То есть, постоянно контроль, то есть, ты не остаешься один. Тобой постоянно есть наставник, который тебе всегда поможет и подскажет. То есть, в плане именно адаптации я не испытываю абсолютно никаких сложностей. Всего три дня обучения, и молодому человеку уже есть чем гордиться. За три дня наставничества Виталий закремлевал себя с положительной стороны, а также справляется со всеми возложенными на него обязанностями. Уже с января Виталий будет работать в городском МФЦ инженером-инспектором. А пока основной своей задачей молодой человек считает оправдать тот лимит доверия, который ему был оказан, и философски смотрит на проблему трудоустройства многих инвалидов. То есть, совершенствоваться как человеку. То есть, допустим, выучился ты на профессию, которая по каким-либо причинам не пригодилась в округе, или не получается у тебя освоиться на данной работе. Тогда ты имеешь полное право выучиться на что-то новое, освоить какие-то новые навыки. Возможно, это даже окажется более ближе тебе, чем тем, что ты занимаешься сейчас. То есть, как я говорю, главное – это понимать, чего ты хочешь, и реально оценивать свои возможности. То есть, как правило, не сидеть на месте, работать с целью того, чтобы что-то достичь. Но, как Виталию, везёт далеко не каждому. Бывают случаи, когда инвалиду просто отказывают трудоустройстве без объяснения причины. На этот счёт у юристов есть компетентное мнение. Закон запрещает необоснованный отказ в приёме на работу граждан. Этот отказ должен быть аргументированным и обоснованным с учётом деловых качеств человека. К деловым качествам относятся профессиональные характеристики и личностные характеристики. Профессиональные характеристики – это образование, профессия, какую человек имеет профессию, специальность, квалификацию. К личностным характеристикам можно отнести опыт работы по определённой специальности, состояние здоровья, уровень образования. Кроме того, отказ не должен носить дискриминационного характера. Это значит, что нельзя отказать в зависимости от пола, национальности, языка, семейного положения и так далее. В случаях отказа в трудоустройстве инвалиду необходимо руководствоваться стандартными правилами обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятым Генеральной Ассамблеей ООН ещё в 1993 году. Здесь чётко указаны общие нормы содействия занятости инвалидов и запрет на дискриминацию. Право рядового гражданина трудиться никто не ставит под сомнение. Людям с ограниченными возможностями приходится ежедневно доказывать это право. Право работать, право претендовать на справедливые условия труда и обеспечение равных возможностей. Государству, работодателям, да и нам с вами стоит помнить, что люди с инвалидностью имеют такие же интересы, потребности, желания и права, как и все другие.